В каждом регионе в соответствии с федеральным законом должны быть резервные источники водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации. Активисты Общероссийского народного фронта решили выяснить, есть ли в Чебоксарах и Новочебоксарске такие мощности. Эти столбики появились здесь в 2015 году. Тогда на реке Кукшум близ деревни Тамакасы неподалеку от Новочебоксарска специалисты Нижегородского управления Приволжска-Недра привели работы по поиску альтернативных водных источников. Оказалось, что здесь находится подземное месторождение с утвержденными запасами 4000 кубометров воды в сутки. Места бурения отметили, отчет сдали в ведомство. На этом все закончилось, хотя по распоряжению правительства России любое месторождение должно быть освоено, чтобы в случае ЧП им можно было пользоваться. Несколько участков рассматривали и самый надежный, именно надежный, защищенный водоносный горизонт. Вода соответствует как по объему, а именно 4,3 тысяч кубических метров в сутки для города достаточно. И по качеству вода достаточно. Это будет первый этап. Второй этап – это однозначно сама республика должна быть задействована. И выделили за счет республиканских средств провести проектирование и разведочные работы. То есть путем бурения эксплуатационных сважений. Гидролог с 50-летним стажем Вячеслав Николаев утверждает, что месторождение близ деревни Тамакасы вряд ли можно использовать как альтернативный источник. Река Кукшум протекает мимо Пехтулинской свалки. Кроме того, она собирает все ливневые, паводковые и канализационные стоки. Специалист предлагает другой вариант. В 1964 году для химпрома и города Спутник или Новочебоксарск пробурили 10 скважин. Это на левом берегу реки Кукшум. Ну, ежедневно подавали воду 6-7 тысяч кубов для города. Ну, со временем как? Там водозабор не совсем правильно тогда сделали. Скважины друг от друга на близком расстоянии. Когда вот качают, образуется депрессионная воронка. И постепенно вот эти запасы воды начали иссякать, ну, истощаться. Предложение было, конечно, вот этот водозабор как бы реанимировать. Активисты УНФ склоняются к мнению Министерства природных ресурсов и предлагают продолжить работу именно на этом месторождении и в кратчайшие сроки привести резервуар в порядок. На Учебоксарске и в Чебоксарах резервные источники водоснабжения не работают в данное время. То есть нет и подвезных путей, и инфраструктуры, и сами там скважины в нерабочем состоянии. Работы в этом направлении начаты, они ведутся, но, к сожалению, эти сроки нас не устраивают. Потому что, как говорят представители профильных ведомств, для этого требуется не меньше пяти лет. Поэтому мы будем настаивать на региональном уровне, на федеральном уровне, чтобы в кратчайшие сроки, чтобы это все провели и построили резервные источники водоснабжения в наших городах. Для резервного водоснабжения столицы республики выделили другой участок в Заволжье. Весной активисты УНФ не смогли даже на внедорожнике добраться до водозабора. Вокруг все заросло деревьями. В Министерстве природных ресурсов объясняют, что такие источники и не должны быть доступны. Они зафиксированы на картах, и специалисты о них знают. Заволжье месторождение давно разведано, там все этапы уже сделаны, проект есть. К сожалению, реализация проекта требует очень больших средств. Предусматривалось протянуть водовод внизу Волги, по дну Волги. Это очень дорогостоящие мероприятия. Сейчас для столицы источниками резервного водоснабжения служат скважины, которые расположены на территории предприятий. Но Чебоксарам этого недостаточно. Поэтому вопрос резервных источников остается открытым. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.